Но тем временем в Одессе вот-вот наступит отопительный сезон и совпадение или случайность. Но именно сейчас заговорили о том, что одесская ТЭЦ этой зимой может вовсе не заработать. Дело в том, что предприятие сейчас находится на стадии банкротства. Из-за колоссальных долгов на голубое топливо перед нафтогазом Украины задолженность достигла полумиллиарда гривен. Суд просто заблокировал мощности теплой электроцентрали. Под угрозой оказался отопительный сезон во всем центре города, а также на Молдаванке и на Пересыпи. Это более 300 тысяч жителей города. Вместе с тем, одной из сторон судебного процесса по банкротству предприятия является Одесский горсовет. Из-за угрозы заморозить третью часть Одессы, мэрия намерена просить суд отложить окончание процесса. Очередное заседание по этому делу назначено на 10 октября в областном хозяйственном суде. Любопытно, что губернатор региона Максим Степанов на этой неделе был спокоен, но он выразил уверенность в том, что мощности ТЭЦ запустятся в срок и Одесситы будут с теплом и горячей водой. Судом были заблокированы любые действия по технологическому циклу производства тепла. Ситуация находится на контроле. Я думаю, что 10 октября будет решение суда. Заседание назначено 10 октября. Будет решение суда. Я практически уверен, что мы в состоянии будем это разблокировать. До 10 октября, согласовываем с нефтегазом, все параметры по этому контракту, по следующему подаче газа. Поэтому я думаю, что проблем с этим не будет. В то же время губернатор не уточнил, есть ли у власти план Б, если суд откажется разблокировать производственные мощности Одесской ТЭЦ. В целом чиновники рапортуют о том, что регион к отопительному сезону готов. Пока проблемной остается ситуация в Теплодаре и Лиманском. С прошлого года долги местных предприятий перед газоснабжающими организациями в полном объеме так и не погасили.